Как мы уже рассказывали, Федеральная антимонопольная служба открыла горячую линию для изучения ситуации на продовольственном рынке и отслеживания неправедного завышения стоимости продуктов. Особенно озадачила антимонопольщиков подражание курятинке. Продовольственная эмбарго здесь не должна играть роли, поскольку российские производители полностью восполняют потребности соотечественников в курином мясе. Значит, где-то, вспоминая сказку о Кибальчише, таится измена. Федеральная антимонопольная служба намерена взять это дело на контроль. Однако, надо взглянуть правде в глаза. Пока указанное ведомство будет брать курятину на контроль, повышение озолотит тех, кто его инициировал. Оплатить за все придется нам, потребителям. Вспомним недавнюю историю с гречкой. Тогда тоже многое брали на контроль, все, что надо, выясняли и решали бесчисленные вопросы. Пока эти процедуры выполнялись в глубинах государственной бюрократической машины, деляги на гречке заработали многие и многие миллионы, и все вернулось на круги своя. Но, может, антимонопольщики все же остановят инструмент по взвинчиванию цен? Может быть. Хотя, кто знает, хватит ли ведомству функциональных возможностей. Мы гражданский орган, и в этом небольшая сложность нашей работы. То есть, мы реагируем постфактум, и для того, чтобы получить соответствующую информацию, нам необходимо провести большой объем переписки, который сейчас ведется. Но, тем не менее, хочу повторить, что вот именно сам факт такого пристального внимания тоже горячая голову остужает в значительной степени. И еще директор Института аграрного маркетинга Гелена Тюрина сообщила столичным газетчикам, что выяснить, где в курином государстве идет подражание у производителя или в рознице, неимоверно трудно. Однако, скорее всего, червоточинка таится все же в торговых сетях, которые стремятся обыграть шумиху с подражанием курятины в свою пользу. Короче говоря, с этими курами, похоже, очень сильно и глубоко к нам, простым потребителям, попросту залезли в карман.